Привет всем дорогие друзья, меня зовут Серега, когда-то давно мы только мечтали то, что у нас в Warface донат будут продавать за варбаксы или же короны, ну проще говоря игровую валюту. Но уже как больше года идет такая тенденция, то что любой донат может быть, ну не особо таки донатом, потому что он продается да за кредиты, но его иногда могут вести за игровую валюту и вы можете покрутить его либо же за короны, либо же за варбаксы. Либо уже у нас недавно вообще была такая тема, то что куча золотых пушек просто распродавали за короны за фикс прайс. И естественно такого поворота событий очень много игроков вообще никак не ожидало. И сейчас администрация делает новый шаг и добавляет скины, которые продаются за игровую валюту. Сука нечаянно купил, нет, нет, я случайно нажал, сука б***ь. Сегодня именно это я и предлагаю нам с вами обсудить. Неужели во всем варфейсе в скором времени любое оружие можно будет покупать за какую-то игровую валюту? Если вы согласны с мнением этого ролика, обязательно поддержите его своим царским лайком, а также поучаствуйте в моем конкурсе. Где я разыграю три допуска к новому батл пассу Тёмный Самурай. Если он у вас уже есть или вам просто не нужен, вы просто получите себе кредиты на свой игровой аккаунт. Что вы примечаете, просто поставь лайк на это видео, подпишись на мой канал и напиши абсолютно любой комментарий. Все итоги ты сможешь найти в группе ВКонтакте. Желаю тебе приятного просмотра, а мы погнали. Друзья, для новичков варфейсе вы можете создать аккаунт сразу с топными пушками и лучшим снаряжением. Шесть пушек магмы, четыре лучших в игре шлема магма. Для этого переходи по первой ссылке в описании, крути рулетку, в которой всегда выпадает магма и получай призы. Регистрируйся и заходи в игру, весь донат будет ждать тебя уже на складе. Чтобы быстрее прокачать, привяжи телефон к аккаунту и получи випку. Также можно пройти опросы, за них также тебе дают випку. В описании тебя ждет много крутых ссылок с бонусами и донатами. После регистрации аккаунта обязательно забери и прокачай себе топовый аккаунт. Ведь правда в варфейсе настолько дохрена всякого оружия, которое вряд ли когда-то либо еще будет пользоваться популярностью. Потому что в варфейсе у нас, к сожалению, есть такая тенденция. Если оружие убивает, с ним играет. Если, допустим, есть Ак-103, легендарное оружие, великолепное оружие, приятное в своем исполнении, но, к сожалению, очень слабое в нынешних реалиях, которое не сможет давать отпоры самому топовый донату. Есть, конечно, скилловые люди, которые с этим оружием могут всем прикуривать давать, но на самом деле их очень и очень мало. Оружия, которые были добавлены еще очень сильно давно, в 2012-2013 году, уже вообще практически не пользуются никакой популярностью. И в один момент, наконец, администрация дала понять то, что все же эти оружия можно продавать за игровую валюту и не обязательно делать их донатами в нынешних реалиях. Ведь сравнивая некоторые пушки с легендарной веткой поставщиков, они все равно окажутся сильнее, чем якобы прошлый донат, на который многие тратили десятки тысяч кредитов, чтобы получить обычную версию. Но, к сожалению, как мы уже видели, когда я заходил на свои старые заброшенные аккаунты, в которые я вкидывал и 300 тысяч кредитов, там не осталось ни одной ликвидной пушки. И сейчас практически все продаются за варбаксы или же за короны. Я считаю этот шаг очень сильно правильный, потому что все равно эти оружия не будут пользоваться популярностью, пока их не дапают до такой степени, что они не будут гнуть все, что движется. Таких моментов у нас вряд ли будет, поэтому администрация решает ввести все это дело за либо же фикс прайс, за игровую валюту, либо же в коробке удачи за 300 корон, некоторые в пушке даже за 200 корон. Когда, допустим, какие-нибудь новые донаты, которые они добавляют, конечно, так получается нечасто, какую-то пушку они могут через месяц добавить, в продаже за игровую валюту какую-то могут вообще вовсе не добавить. Ну, допустим, какая-то топовая пушка, они не делают на нее цены больше, чем 1000 корон. То есть вот у тебя есть вариант, либо ты покрутишь эту коробку удачи за 60 кредитов, ну или если у тебя много корон, можешь попробовать свою удачу и покрутить ее за 1000 корон. Цена довольно большая, исходя из того, что если ты будешь задротить абсолютно целый месяц играя в пвп рейтинговые клановые войны, ты при самых удачных обстоятельствах получишь только 10 тысяч корон. Немножко округлим, если ты еще хорошо играешь и апнешь себе первую лигу, то плюс еще 5 с чем-то тысяч корон. В итоге 15 тысяч корон за месяц, ну честно говоря, хреново. Если ты все же лютый пвешник и каждый день выполняешь пве-миссии, на множитель проходишь, на время проходишь, у тебя реально есть множество времени играть в эту игру и тебе нравится получать короны за игру, то при должном умении можно спокойно и больше 70 тысяч корон фармить. И тут уже знаете, коробки удачи уже можно таки нормально покрутить. Вот я сейчас смотрю в магазин и вроде бы вижу довольно неплохую ситуацию, когда в принципе ты, если сильно много играешь в Warface, ты можешь что-то купить себе из-за игровую валюту. Вот допустим, посмотря на 2014 год и что там было в магазине, там как раз таки тебе говорили «Нет, братишка, ты давай таки закинь нам бабок, и тогда ты, может быть, нормально будешь играть». Допустим, возьмите Гаргону, все же отличная DLC, но все же, кто в нее мало играл, кто мало выполнял там задания, все же получил очень мало себе доната. Я имею в виду имбового доната, да, они могли получить все пухи с кейса за победой, все скины с кейса за победой и в любом случае окупить данное Battle Pass. Но все же, чтобы получить самый топовый донат, нужно было очень много играть и абсолютно каждый день выполнять все эти задания, чтобы потом, когда тебе выпал весь гексагон с кейса, тебе все же начал падать какой-то нормальный донат. И, кстати говоря, самый лучший донат в игре на данный момент. И знаете, это довольно грамотно сделано. Вроде бы даже если ты купил Battle Pass, ты все равно можешь потихонечку играть и получить все награды с кейса за победу. Ну или какие-то гексагоновские пушки, тоже как утешительные, пойдет. Но все же, если ты довольно большой фанат этой игры и ты очень много играешь, ты можешь забрать себе даже топовый донат за какие-то копейки. И эта система как раз таки напомнила мне то, что сейчас происходит в обычном магазине Warface. Это именно продажа чего-то за внутриигровую валюту. И на самом деле сейчас донатов в Warface мало. Ведь когда раньше говорили донат, все понимали то, что ты 100% эту пушку можешь получить только из коробок удачи. Только из коробок удачи за криты. Но сейчас, допустим, человек просто взял апнул себе какую-то 10 лигу, получил какое-то ограниченное количество корон, покрутил одну коробку удачи с киллтеком за 1000 корон, выбил золотой киллтек и очень довольно стран таки, это вроде бы и не донат. Человеку просто повезло, он получил эту игровую валюту внутриигровым путем и выбил из коробки удачи, которая продается за внутриигровую валюту. И я уже давно читаю то, что пора сделать в Warface абсолютно все, абсолютно все предметы доступны для покупки за 3 игровые валюты. Допустим, есть коробка удачи с АК-12. Если ты хочешь покрутить ее за кредит, это, как обычно, стоит 60 кредитов. Если хочешь покрутить за короны, пусть это стоит 800 корон. Если ты хочешь покрутить за варбаксы, ну, к примеру, как обычно, коробка удачи, тысяч 5-7 варбаксов за одну коробку. Цены это просто примерные, они там как сами захотят, так и сделают. То-то, наверное, что-то говорить, тогда в Warface вообще баланса не будет, в Warface еще онлайн меньше будет, администрация вообще ничего не будет зарабатывать и перестанет вообще напрочь добавлять какой-то контент. При таких обстоятельствах заработок может быть еще больше, потому что будет намного больше игроков, которые будут играть в эту игру. Которые будут заходить в Warface, играя на счастливых часах, проходя спецоперации, чтобы получить себе варбаксы, чтобы получить себе короны, чтобы в дальнейшем покрутить себе что-то за короны или же за варбаксы. Или не обязательно покрутить, а именно купить какую-то внешность скины, которые так уже продавались за варбаксы и за короны. Да, цены были довольно высокие, какие-то даже очень высокие, но администрация может очень много зарабатывать на вип-ускорителях, потому что, сами понимаете, без вип-ускорителей все это дело хрен заформишь. И даже если взять миллион варбаксов и дефолтную цену в 7 тысяч варбаксов за одну коробку с донатом, то на самом деле все твои варбаксы улетят очень и очень быстро. А миллион варбаксов заработать без вип-ускорителей, ну, очень и очень сложно. Сейчас как раз таки администрация убрала вип-ускорители из игры. Если переделать такую экономику Warface, то можно спокойно вернуть их обратно по двойной цене. И когда уже в Warface ни у кого не будет каких-то забот, что ему там нужно задонатить, чтобы нормально играть, нет, ему нужно просто играть, фармить себе варбаксы, фармить себе короны и потом покупать за них, что ему хочется. Даже при таких обстоятельствах в Warface очень много платного будет контента, который можно будет покупать именно за деньги. И также очень много будет людей, которым, ну, просто не всралось бегать вот эти Блэквуды, и еще что-то бегать, и вип-ускорители покупать, чтобы себе варбаксы фармить, чтобы короны фармить. Все равно будут люди, которые просто захотят отдохнуть в Warface и абсолютно так же покупать все за донат По поводу баланса я очень сильно сомневаюсь, что что-то пострадает Потому что сейчас, посмотря на Warface, какой он есть, донат есть как будто вообще у каждого А именно есть он не из-за того, что кто-то выбивает себе какие-то пухи навсегда Потому что на том же самом лутдоге можно самое имбовое оружие, которое продается на один день, купить за 10 рублей и абсолютно так же играть И разницы никакой не будет, что человек будет тратить 10 рублей в день, чтобы играть с этим же донатом Или же просто ему повезет и он все же выбит себе эту пуху навсегда Почему я думаю, что эта система необходима нынешнему Warface, потому что сейчас реально все плохо По тикрейту довольно все хреново, его пришлось откатывать назад и опять севера упали, вроде бы все починили, но все равно все надо тестить Из-за всяких странных заданий в новых батл пассах я только посмотрел, какое же это лютое говно Опять нужно потеть, опять нужно напрягаться, чтобы выполнять эти самые задания Вот не получается опять ради удовольствия пойти в какую-то мясорубочку и там попутно играя все выполнять Нет, нужно идти какое-то говно, где-то нужно обязательно побеждать, нервничать и так далее И новая экономика, мне кажется, необходима Warface, потому что админы уже сделали примерно 70% того, о чем я уже говорил Я в том, что я просто мечтал, что вот будет с Warface примерно 2 года назад То, что реально большинство контента Warface, все же если за дорого, за Warbuck, за короны, ну все равно можно будет приобрести Просто сейчас это происходит по каким-то акциям, то их добавляет, то их убирает и далеко не все это можно приобрести А если все же нажимая одну кнопку тебе будет предлагать выбор, за что конкретно, за какую валюту ты хочешь купить данный предмет Я считаю, это вернет множество игроков в Warface и заставит их играть в эту игру, получать снова от него удовольствие Копя варбаксы, копя короны, не тратя всю зарплату на эту игру, а все же получая игровую валюту И за эту игровую валюту, хоть и за большое количество, все равно какой-то сможешь донат себе получить Если администрация все же уберет ПВЕ миссии, как она хотела, а оставить только спецоперации С фармом корон будут очень большие проблемы И сейчас большинство корон можно получать, скрещая обычные ПВЕ миссии бегать и спецоперации И там получать огромное количество корон Без обычных ПВЕ мишек, без обычных ПВЕ миссик, конечно, это будет сделать довольно трудновато И даже если сделать такую возможность, когда можно будет покупать все в Warface за конкретно игровую валюту И при максимальном задротстве у тебя месяц будет чуть больше 20 тысяч корон Сами понимаете, это уже будет не очень Обязательно спуститесь, дорогие друзья, в комментарии и дополните мое мнение Может быть у вас тоже какие-то есть интересные идеи по поводу вот этой вот механики, которую я предложил в этом видео Если вам понравилось и вы поддержите данное мнение, обязательно поддержите это видео лайком и расскажите своему другу А все ссылочки нужные вы найдете в описании С вами был Серега, я благодарю за то, что вы досмотрели это видео до конца Мы с вами увидимся, всем удачи, всем пока Вас только деньги волнуют Дело вовсе не в деньгах Главное, чтоб дошел смысл послания Чтоб все сгорит